Всем привет! Меня зовут Полина и сегодня я вам расскажу чуть-чуть про social e-commerce и про что это такое, почему многие бизнесы сейчас туда идут и почему не многих получается. Расскажу чуть-чуть про инсайты и возможно несколько интересных кейсов реальных из интеграции ВКонтакте и Алиэкспресс. Прежде всего, что такое social e-commerce? Поднимите, пожалуйста, руки, кто когда-нибудь встречался с этим понятием и знает вообще, что это такое. Отлично, расскажите, пожалуйста, чем это отличается от SMM? Кто знает? Прежде всего, SMM это когда ты хочешь с кем-то чем-то поделиться, когда ты хочешь развить бренд, когда у тебя есть элемент продвижения, ты работаешь больше на трафик и больше на как бы людей, на интерес и так далее. Social e-commerce это прежде всего интеграция социальных сетей с реально живым e-commerce. То есть из операционной деятельности такой, как fulfillment, логистика, возвраты и даже support мы никуда с вами не отходим. Но какие основные фишки вообще social e-commerce? Прежде всего это живые отзывы, это когда у пользователя все находится в телефоне. То есть mobile first у нас здесь абсолютный, ни один social e-commerce без этого не обходится и все, абсолютно все механики делаются именно в applications. Другая тема — это то, что друзья всегда рядом. Sharing и лайки, репосты и так далее — это самое основное. Самый основной двигатель виральности и то, без чего social e-commerce в принципе не существует. То же самое, что можно поделиться с друзьями, можно рассказать как оффлайн, так онлайн. То же самое sharing. Если говорить о том, как вообще развивается сейчас social e-commerce по всему миру, прежде всего, если мы посмотрим, основные, вот зелененьким подмечены основные рынки, которые у нас есть. Это США, это Китай, это Корея. Это те рынки, где самое наибольшее, наверное, количество людей пользуются социальными сетями, пользуются всеми всевозможными механиками, которые есть на рынке. И это большинство людей, там находится большинство людей, которые покупают что-то из социальных каналов. Это связано с вот internet penetration — это вхождение интернета внутри страны. То есть в Китае, например, 70% населения пользуются интернетом, в Америке это 90% населения пользуются интернетом. Для сравнения, из этих 90%, 70% — это активные покупатели онлайн, активные покупатели по каналу social. Красненьким отмечены Бразилия и Россия. Почему красненьким? Потому что это, так сказать, развивающиеся рынки, в которых мало того, что сам e-commerce не так хорошо развит, у нас только 30% населения и вообще, в принципе, покупают какие-то физические товары онлайн, как и в Бразилии. Но плюс еще сам по себе паттерн социальности, именно покупки через канал social не так сильно разве, потому что люди не доверяют. У нас до сих пор 50% покупок в интернете происходит по cash and delivery. То есть сначала ты мне привозишь товар, его пощупаю, а потом уже я тебе заплачу за это, за все. О чем, прежде всего, хочется поговорить? Хочется поговорить про основные механики. Хочется поговорить про Generation Z, то есть про именно тех людей, на которые мы возлагаем все надежды в будущем нашего, так сказать, будущего social e-commerce и вообще в будущем всего e-commerce. Это те люди, которые заменят нас с вами как активные пользователи уже в течение следующих 5 лет. И по поводу KOL, кто-нибудь знает, что такое KOL? Офигеть, два человека, классно. KOL, я думаю, просто никто вообще не знает, что это такое. Если два человека, это уже прекрасно. KOL – это инфлюенсеры, это блогеры, это key opinion leaders. То есть это те самые такие микроблогеры, которые сидят в TikTok, в YouTube и в других соцсетях, которые генерят вот это общественное мнение молодежи, что вот как они ходят, так вот будут ходить и другие. В данный момент все практически соцсети пользуются такими механиками, как, например, shop and shop. Кто-нибудь знает, что такое shop and shop? Отлично. Например, расскажу несколько слов по Facebook. Кто-нибудь знает, что вообще Facebook уже как лет 10 использует механики e-commerce как Facebook Marketplace? Facebook Marketplace сейчас не раскатан совершенно на российский рынок. Там практически вся аудитория сидит в Америке, но по недавним исследованиям, и как сам говорит Facebook, каждый третий человек, который сидит в Facebook в Америке пользуется, так сказать, гаражной распродажей Facebook Marketplace. Это удивительное число, потому что в России нам очень долго до этого, если, например, взять, к примеру, ВКонтакте, то на всю аудиторию 60 миллионов человек, я не скажу, какой процент заказывать через интернет, кликают достаточно много, но, к сожалению, паттерн вот этого поведения, что я пришел в соцсеть для того, чтобы что-то купить, он еще не развит. То есть у пользователей совершенно другой сценарий поведения, совершенно другой сценарий именно покупки. Если даже у них есть в голове, что они хотят купить толстовку, они приходят, например, во ВКонтакте, в тот же самый TikTok, видят офигенную толстовку, которую они хотят купить прямо сейчас, но у них даже в голове не будет, что ее можно купить там, у них не будет в голове то, что они могут достать карту и это сделать. Они, скорее всего, уйдут из ВКонтакте, TikTok, Instagram, перейдут на сайт, на котором они привыкли покупать что-то из e-commerce, например, Ozone, AliExpress, еще что-нибудь, и купят, скорее всего, там, потому что у них в голове именно такой сценарий. В Facebook здесь еще можно добавить несколько китайских флагманов, например, как Pindodo, либо то же самое Weibo, как тут не представлено, потому что именно это те самые компании, которые, по сути, делают так называемая проверка, дорогая проверка гипотез, делают много миллионов просто исследований для того, чтобы будущее social commerce наступило, и через несколько лет бизнеса поменьше, и компании на не супер развитых рынках могли бы использовать все те же механики. Сразу, получается, не у всех компаний могу сказать то, что самый дерзкий, наверное, на рынке вообще social commerce у нас Instagram. Почему Instagram? Потому что за последние пять лет он проверил максимальное количество гипотез, была цифра порядка 5000, 5 с чем-то тысяч гипотез на различных срезах сплитах, на различных срезах аудитории, рынках даже среди городов до 50 тысяч, до 100 тысяч человек, миллионников и так далее, чтобы понять, какие именно магазины должны быть, какие именно бренды, какую именно аудиторию, как это все коррелирует с внутренней рекламой, как они могут с этого заработать, чего вообще нужно пользователю. Вконтакте тоже делают примерно такую же историю. Сейчас запустился нативный магазин Вконтакте, то есть любой абсолютно микробизнес. Например, вы сидите в Сургуте и продаете там мягкие игрушки, вы сами их шьете и хотите их купить. Вы можете прийти во Вконтакте и спокойненько открыть себе магазин, загрузить товары вручную, подгрузить там логистику и так далее. Это что ни на есть настоящий social e-commerce. Сейчас порядка 50 тысяч магазинов уже открыто и все в это верят, и это очень будет полезно для российского e-commerce в принципе, потому что CRM, внутренние селлер-центры того же самого AliExpress, а зоны других магазинов настолько сложны, что маленьким магазинам просто невозможно туда ничего загрузить. К сожалению, Facebook, да, вот эта вот история провала великий. Facebook, TikTok и Pinterest, к сожалению, делали очень большое количество итераций, там 10, 20, 30 итераций, до тех пор, пока у них не получились какие-то хоть положительные результаты. К примеру, например, тот же самый TikTok. 10 миллионов просмотров, 100 тысяч лайков, тысячи переходов и две продажи. Это реальная история, реальный кейс. Одного из первых кейсов TikTok в social e-commerce. По сути, если собрать абсолютно всю информацию про то, что такое social e-commerce, зачем он нужен, с чего он вообще состоит и так далее, можно это разделить на две главных, так сказать, на две главных области. Первый – это сценарий. Сценарий заключается в том, что первое слово в social e-commerce все-таки про social. Сценарий пользователя – это именно прийти на сайт, налайкать, что-то посмотреть, посмотреть, как у друзей, но ни в коем случае не покупать. Это то, о чем я буквально пять минут назад говорила. И вторая часть очень важная – это все-таки эмоции. Пользователь, даже если он что-то покупает, он все равно хочет испытать эмоции, потому что все-таки он находится в контексте social. Это его основной сценарий. Он даже несмотря на то, что делает какую-то покупку, даже несмотря на то, что, возможно, средний чек там очень высокий, у него должен быть дофамин. Дофамин, эйфория от спонтанной покупки, что он классный. Что он должен потом сделать? Поделиться этим с друзьями. Что он потом должен сделать? Он должен всем рассказать, какая классная механика. Он должен туда возвращаться вновь и вновь, потому что ему там очень нравится. Контент должен абсолютно соответствовать той площадке, на которой сидит пользователь. Хочу здесь чуть-чуть внимания застрить, причем здесь голубой огонек, потому что, если мы возьмем ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, например, TikTok – это четыре абсолютно разные аудитории, из которых нужен абсолютно разный подход и разный тип контента. Если в Одноклассниках и ВКонтакте, да простят меня ВКонтакте, контент может быть, грубо говоря, так себе и так сойдет, особенно если мы говорим про Одноклассники. В Facebook аудитория более такая, не знаю, наверное, требовательная. Там все-таки нужно что-то еще и плюс с текстом, еще почитать, и чтобы это вот не тратило много моего времени, вот это все такое. А в TikTok что-то должно быть супер легкое, ну все знают, что такое TikTok и какая там аудитория, то, собственно, и контент должен не отставать. К примеру, возьмем, например, еще Instagram, в котором самое-самое главное, главный двигатель, наверное, всего social commerce – это картинки. Бренды, которые размещают там свою рекламу и регистрируют там свои магазины, полностью мимикрируют под тот контент, который есть уже в Instagram. То есть когда вы свайпаете Instagram, вы понятия не имеете, что эта картинка именно вот магазина, это какой-то товар, и вам хотят его продать. То есть Instagram делает максимум для манипуляции со знанием, как бы сказать, такой легкой манипуляции со знанием пользователя, что сначала приходит желание купить, а потом уже пользователь понимает то, что как бы это продается. Для этого они добавили, так сказать, теги. То есть когда ты приходишь в Instagram, ты смотришь на, вот как здесь указано как раз на картинке, ты приходишь в Instagram, ты видишь очень классную фотку, которая абсолютно такая же, как выкладывают твои друзья. Ты смотришь на эти классные кроссовки, ты думаешь, боже мой, я хочу такие же кроссовки. Ты кликаешь по картинке, и у тебя появляется тег с ценой. То есть ты можешь кликнуть на этот ценник и сразу же перейти в корзину. Причем сейчас Instagram активно продвигает магазин внутри Instagram, то есть никакого веб-вью, никакого дополнительных проложений. Вся покупка совершается непосредственно внутри Instagram, то есть он еще и оставляет за собой аудиторию. Все вот это вот вместе формирует адскую виральность и на самом деле адский интерес к этому всему. И это очень хорошо заходит для Generation Z. Чему нас может научить Китай либо Корея в этом во всем контексте? Прежде всего то, что все это создается только для мобильных телефонов. 80%, 80-85% аудитории – это женская аудитория. Самое главное – это контент. В Корее, например, есть отдельные микроагентства, которые делают контент специально для отдельных приложений, специально для отдельных даже блогеров, интернет-магазинов и так далее. Они настолько маленькие, что там работают 2-3 человека. У них маленькая 2 на 2 метра комнатка и все, что у них есть – это классный фотоаппарат, белая идеальная стена, скатерть и предмет, который нужно сфотографировать. Они делают от 100 до 1000 фотографий в день. И, так сказать, такая очень дешевая генерация бесконечная, очень крутого контента. Откуда пришла вот эта вот хитрая механика с геймификацией, что давай быстрее, через час уже все там раскупят. Это именно пришло из Китая. И, конечно же, в e-commerce – это по типу… Вот представьте себе то, что есть YouTube, и когда вы смотрите YouTube, вы понимаете то, что любую вещь внутри видео вы можете купить. Сейчас для нас это немножечко странно, но в Корее это будущее уже наступило. Есть специальные даже соцсети, где каждое видео – это, по сути, реклама. Но только такая реклама, что ты не понимаешь, что за этим стоит реклама. Ты просто смотришь классное видео, и практически каждый предмет из этого видео ты можешь купить, просто нажав на само видео. Видео остановится, будет флажочек с ценником, и ты можешь просто перейти и внутри же этого видеоприложения это все купить. Что касается Generation Z и вообще, в принципе, KOL и блогеров. И причем тут Ольга Бузова. Сейчас основное наше, так сказать, подростковое, наверное, население фанатеет от Инстаграма, от ТикТока. И с одной стороны кажется, что это пустая трата времени. Но с другой стороны, это наши будущие потребители, это те самые люди, которые в будущем придут в наши интернет-магазины и будут у нас что-то покупать. Одним из самых больших драйверов Social Commerce сейчас являются именно те самые… Они делятся на top celebrities, на местных звезд. В каждой стране, в каждом городе они могут быть свои собственные. У нас, к сожалению, либо к счастью не знает Ольга Бузова. И свой парень, свой парень на деревне. Например, в ВКонтакте одни чуваки сидят, в YouTube другие. Например, Брайан Мапс – это русский парень из Питера, ему 18. И он суперзвезда. Например, мои племянники 11-12 лет, они супер от него фанатеют. Я иногда чувствую себя прям очень-очень взрослой бабулей, когда они рассказывают про то, какие классные видюшки, какие классные шмотки он там рекламирует. Суть в том, что практически каждый второй подросток по опросам ВКонтакте хочет стать блогером, когда вырастет, по школьным опросам. И, собственно, почему? С одной стороны, то, что если мы посмотрим на ту же самую «Кали Дженнер», это 1 миллион долларов за пост. С другой стороны, если мы посмотрим, вроде смешно, но Ольга Бузова 350к за пост, и она зарабатывает примерно 10 миллионов рублей в месяц. Но что касается метрик, как здесь, если мы посмотрим на просмотры, на лайки, на переход, на покупки, то какие метрики мы получим? Что должен себе задать? Какой вопрос должен себе задать любой уважающий себя продукт? Какая здесь конверсия в продаже? Вот хорошо, у нас есть молодое население, у нас есть там Generation Z, который генерирует огромное количество просмотров, которые, по сути, у них очень мало денег на то, чтобы что-то покупать. То есть средний чек у них довольно низкий. Есть ли там вообще бизнес сейчас? Как вы думаете? Что там с бизнесом? Что там с конверсией? Какая может быть конверсия в этой модели? Там конверсия даже ниже, я бы сказала. То есть вот тот кейс, когда в ТикТоке миллион просмотров и две продажи, можно примерно представить, какой там acquisition cost. И он там супербольшой. Что бы хотелось еще сказать? Какие советы бы хотелось дать средним, маленьким бизнесам, да и крупным бизнесам, которые хотят идти в social e-commerce и которые хотят чуть-чуть понять, как с этим можно работать? Прежде всего понять то, что блогер – это не панацея. Блогер – это классная штука для развлечений молодежи. Но не всегда acquisition cost в этом случае оправдает все ожидания. Хороший проверенный способ через интернет-магазины на данный момент намного эффективней. Миллион просмотров – да, это не продажи. Низкая конверсия – это абсолютно нормально. За хороший контент награждают лайком. Но лайки – это, опять же говорю, не продажи. Остальные правила и комы никто не отменял. То есть вы никуда не уйдете от фулфилмента, логистики, от возвратов, вообще от всего customer service, который у вас есть вокруг вашего бизнеса. И не нужно ломать сценарий пользователя. Нужно лавировать и нужно подстраиваться под свою целевую аудиторию контентом. И ни в коем случае не нужно ничего навязывать пользователю и насильно пытаться ему что-то продать. В соцсетях это невозможно. Пользователи туда приходят не за этим. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Давай. Полина, спасибо. Очень интересный доклад. Слушай, а скажи, пожалуйста, на твой взгляд проблема с тем, что у нас social.com не летит, это вопрос культуры, вопрос продукта или еще какая-то причина? Или просто мы не созрели? Да, вот у меня на самом деле, я рассказываю немножко не ту презентацию, которую хотела, потому что ее там перепутали, но я уж не стала останавливаться, ладно. Я скину ту презентацию, которая у меня должна была быть, она намного полнее, там намного больше информации плюс кейсы. Но я уж так подумала, что ладно, не буду задерживать их. На самом деле есть два фактора. Первый фактор то, что российский рынок немножко не дорос. Действительно, если мы говорим про Штаты и про тот же самый Китай, где Generation Z это не 2000-2019 год, а это люди, которым уже под тридцатник, у них уже есть деньги и они уже нормально покупают через social, то у нас Generation Z в России это подростки, которые сидят в TikTok. Мы с них сейчас заработать ничего не сможем. Нам сначала нужны такие флагманы, как Алиэкспресс и ВКонтакте, которые сначала вот их научат, за очень много денег свои гипотезы проверят, поймут там чего как и вот на наученную аудиторию уже придут нормальные бизнесы по типу Амазона, которые уже там как-то начнут с ней работать. Аудитория вырастет и уже начнет проносить денег, потому что сейчас это просто бесполезно. Полина, спасибо большое за доклад. Я, Александра, работаю в диджитал агентстве и у нас очень много работы с блогерами, с всеми этими коллами и вопрос, можете ли вы их заставлять, вы как лид social e-commerce заставлять их работать за продажу? То есть коммитятся ли они на работе с вами на CPA, CPS? Если да, то как у вас получается, каким магическим способом получается с ними договариваться об этом? А второе, хотела услышать твой комментарий про платформу какую-то автоматизации social e-commerce. Есть ли она? То есть у меня есть информация, что она в разработке как продукт. И там все от нее плюются и блогеры от нее бегут как от огня. Какое у тебя мнение по этому поводу? На первый вопрос отвечаю. Мы делим блогеров на три основных категории. Первый – это какие-то, опять же, top celebrities, которые, если будут работать, то за какой-то пиар. То есть либо ты им платишь 100-500 миллионов рублей, они просто это как вот приходят к тебе на работу, сделал дело, все, ушел. То есть мы там не требуем от них никаких коммитментов по продажам, вообще ничего. А второй тип блогеров – это с Ханчжоу как раз они взаимодействуют. Мы платим им фиксом, это опять же та же самая зарплата. То есть блогер в Китае – это работа. То есть ты приходишь сюда работать. Это все именно e-commerce. Они именно вот продают. Они именно продают через вот ВКонтакте, через там вот в Алиэкспресс, внутри даже есть свой e-commerce. Нет, мы продаж не видим. Но как бы… Опять же говорю, рынок сейчас немножко не готов. То есть мы видим какое-то количество продаж, но там минимальная конверсия. Там вот и суть в чем, что у тебя воронка просто на вход, она какая-то гигантская. У тебя есть 60 лямов уников в день, и все это заканчивается там двумя-тремя продажами. Почему? Ну то есть как бы мы не тот продукт делаем, мы думали, может у нас UX плохой, может мы там вообще что-то не то делаем, может там блогеры. Но в какой-то момент мы пришли к мнению, что это там все сразу. Во-первых, продукт немножко сырой, потому что мы пока не знаем, как работать с этой аудиторией. Потому что сама аудитория не готова просто платить. То есть у нас половина аудитории не готова карту привязывать вообще в России. А мы говорим о том, чтобы они еще и из ВКонтакте покупали непонятно где, непонятно у кого. То есть какой-то там блогер. Да, я его посмотрю в видюшку, но чтобы у него что-то купить. Есть третий тип блогеров. Есть аффилиатка в мини-апе ВКонтакте Алиэкспресс. То есть как бы Алиэкспресс уже интегрирован в ВКонтакте. Есть аффилиатная схема, система. В блогерной системе можно выбрать товар, зашерить его с друзьями. Если твои друзья этот товар начнут покупать, то ты будешь какую-то получать комиссию от сделки. И сейчас с нами работают только ИПшники либо блогеры, которые юрлиться. Но в ближайшем будущем возможно то, что любой абсолютно подросток сможет зарегистрироваться там как физлицо, продавать через друзей свои товары и зарабатывать деньги. Но опять же, сейчас продаж очень мало и используется огромное количество различных схем, проверяется гипотеза, чтобы понять, нащупать вот это, а где там что. Но есть такое еще предположение, что возможно там нет рынка и там нет потребностей. И вот если мы упремся в это, то кажется, что все это бессмысленно. Тогда российский рынок будет таким флагманом анти-сошел и коммерс. А аффилиатка, да, аффилиатка будет. Еще вопросы? У меня вопрос такой чуть обратный. Может быть соцсети это все-таки про бесплатно, про лайки и все классно, такое бодро и весело. И, вероятно, если там просто продавать какие-то вещи ненавязчиво, а, например, устраивать с точки зрения промоушена просто сами акции, там раздам бесплатно 100 чего-то, при этом набрать, исходя из аудитории, которая будет подогрета этой акцией лидов, в дальнейшем их проще будет конвертировать. Мне кажется, это больше здесь про SMM, про лайки, про акции, про все про это. Сошел – это все-таки про непосредственную покупку, то есть это нужно заставить пользователя в какой-то момент времени, когда он начнет хотеть что-то купить, подсунуть ему check-out. То есть и вот здесь именно у тебя конверсия идет, 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 у тебя там промо, у тебя там бешеный интерес, engagement и вообще там все классно. Там конверсия 90% в переход на карточку, а потом у тебя все рушится до 0.00, то, что пользователь понимает, что с него сейчас начнут брать деньги. Именно вот этот вот момент перехода из соушел в реальный e-commerce вот здесь вот и является проблемной. То есть, да, это, ну, как ты говоришь про SMM, это самая такая, наверное, простая часть для соушел, вот соушел e-commerce, то, что они знают, как генерить свой там, генерить вот этот свой engagement. Самая сложная часть для e-commerce, потому что они не понимают, как работать с этой аудиторией. Но с другой стороны, как бы e-commerce просто делать свою работу, если заказ уже пришел. А соушелу приходится страдать, то, что если e-commerce плохо сделал свою работу, вся репутация ляжет на плечи соушела и к нему придут в личку, начнут долбить и говорить, где мой заказ. А соушел не знает вообще, что такое заказ и как с ним работать, что такое CRM. И здесь вот как раз те компании, которые нащупают, как это все дело совместить, вот у Инстаграма хорошо получается, у Фейсбука, они поймут, как работать с Generation Z через пять лет, когда те начнут зарабатывать и тратить деньги. У нас есть еще для одного вопроса. Полина, спасибо большое за выступление. Тема вообще очень интересная. Ты нарисовал немножко грустный прогноз. У меня два вопроса. Первый. Как ты думаешь, когда все-таки российский рынок дорастет до нормальных конверсий? Второе. Что ты думаешь, как относишься к нишевым социальным сетям? Я, например, знаю даже в России разные кейсы, типа доктор на работе, когда они берут некую целевую аудиторию, которым реально интересна, допустим, тема медицины. И, соответственно, в дальнейшем делают для них нишу в социальную сеть, конвертят ее, в принципе, с достаточно хорошей монетизацией. Что ты об этом думаешь? Спасибо. Но опять же здесь ты имеешь в виду, что какой-то продукт интегрируется в соцсети и вот свою услугу продвигают через соцсети. Я правильно тебя поняла? Ну да, даже если брать, я сказал, доктор на работе, они, соответственно, агрегируют разных производителей, лекарства и чего-то еще. Ну, я не знаю точно до конца этот кейс. И, соответственно, эти производители продают или рекламируют свои услуги либо нанимают врачей через эту соцсети и так далее. Да, но это же получается больше как тоже продвижение, как SMM. Если именно сама услуга... Вот, например, то, что сейчас делают ВКонтакте, очень классную штуку. У тебя есть, например, там есть сообщество Dodo Pizza. И до какого-то момента там была кнопка, кликаешь, там телефон тебе высвечивается. Это обычная рекламная, как это, господи, рекламная монетизационная схема, как там у Авито, например, у Яндекс.Недвижимости. Все вроде нормально. Они сейчас запилили CRM-ку внутреннюю. То есть возможность сделать заказ пиццы, не выходя из ВКонтакте вообще. То есть это дает возможность регионам и всяким различным бизнесам оказывать свои услуги без того, что пользователю нужно какой-нибудь, не знаю, дополнительный аппликейшн загружать, куда-то ходить, что-то делать. Поэтому, да, это все развивается через ВКонтакте. Facebook тоже развивает эту историю, только, к сожалению, на российский рынок. Ну, как бы, может, мы там, когда уже все разовьется, может быть, они придут к нам. Да. Вот. Так что вот, да, ВКонтакте это делает сейчас. Есть ли еще вопросы? Спасибо за доклад. Тебе не приходила в голову идея о том, что здесь прямая аналогия с игровым рынком, что для юной аудитории привычка сразу закрывать любые рекламные окна, которые призывают к покупкам, она сформирована уже вот просто с самого детства. Потому что людям, ну, детям редко покупают, ну, редко действительно покупают игрушки. Конверсия во внутриигровые покупки в рамках игровых приложений действительно очень низкая. В России по сравнению с Америкой то же самое. И здесь, мне кажется, что уже просто закладывается поведение просто уже оттуда. Ну, то есть просто прочекай, на мой взгляд, и, может быть, какие-то инсайты найдешь здесь. Да, прикольно, спасибо. Очень интересная идея. Еще есть, на самом деле, еще есть очень интересный инсайд по поводу, как раз вспомню, баннерной слепоты. У молодежи в Америке, то есть будут исследования именно по Америке, а баннерной слепоты, как таковой, сейчас нет. Чем лучше ребенок взял в руки смартфон, тем большее количество контента в минуту он может потреблять и фокусироваться на большем количестве различных мелькающих изображений в Китае – это максимум. То есть, которые вообще зафиксированы, потому что у них вот все и в баннерах. Все, спасибо большое за доклад.